Продолжение следует... Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску коммерческого банка к ответчику Мишиной Светлане Владимировне. Иск заявлен о признании договора дарения квартиры притворной сделкой. Интересы банка представляет представитель по доверенности Карский Илья Геннадий. Веч доверенность, пожалуйста, через приставу суду передайте. Слушаем вас, истец. Ваша честь, я как представитель банка прошу суд признать притворную сделку ударения квартиры. Давайте по обстоятельствам. Дело в том, что дядя ответчика брал в нашем банке кредит. Причем на солидную сумму на покупку квартиры. И вместе со штрафами сумма составила 4 миллиона 600 тысяч. На что брал кредит еще раз? На покупку квартиры. На покупку квартиры. Так. Собственно, за год до кончины это случилось. Он, к сожалению, скончался. И выяснилось, что платить ему нечем. Еще до его кончины состоялся суд, который встал на нашу сторону. Вы взыскали задолженность с него, да? Да, мы взыскали задолженность. Ваша честь, абсолютно верно. И судебные приставы должны были взыскать с дяди ответчика все суммы вместе со штрафами. Эти 4 миллиона 600 тысяч. Соответственно... Но не взыскали. Судебные приставы пытались взыскать... Так, решение суда взыскать недолго? Да, конечно. Судебные приставы пытались взыскать деньги. Но, к сожалению, на тот момент у дяди ответчика не было доходов. И банк ничего не смог получить. И, ну, вы понимаете ситуацию. Мы были вынуждены провести свое маленькое расследование. Мы выяснили, что у дяди ответчика не было наследников. Точнее, наследницей была одна женщина. Она здесь присутствует. Это ответчик. Она должна была вступить в право наследования. Соответственно... Подождите, у него не было близких родственников, да? Не было близких родственников, ваша честь. Скажем, наследников в первой очереди не было. Единственный наследник по закону являлся ответчик. Да, ваша честь. Потому что была его племянницей. Племянница, к сожалению, вернее, непонятно почему, вдруг отказалась от наследства. Вы хотели с нее взыскать долг за дядю? Ну, конечно. Как с наследника? Мы хотели с наследника взыскать долг. Это очевидно и объективно. Но почему-то ответчик отказалась от наследования. А что я должна была наследовать? Его долги? Ответчик. Извините, ваша честь. Вы знаете, у нас наследники как имущество, так и долги наследуют. Да, в пределах наследственной массы, но наследуют. С правилами наследования-то. Я понимаю. Могли бы ознакомиться в гражданском кодексе? Да, я все это знаю, но просто у дяди не было ничего, кроме долгов. Ничего, кроме долгов. У него была квартира. Ваша честь, у него была квартира, и по рыночным оценкам, это квартира, продажа этой квартиры покрыла бы все долги. Сколько рыночная стоимость квартиры составила? Конечно. Сколько рыночная стоимость квартиры? Рыночная стоимость квартиры 9 миллионов. 9 миллионов. Это единственное было в наследственную массу входило? Да, в наследственной массе это была единственная квартира. 9 миллионов. Соответственно, продавт... А долг, а по решению суда взыскано сколько? 4 миллиона 600 тысяч. 4 миллиона 600 тысяч рублей. Ну, покрываем. Логично. Продается квартира, выплачиваются долги, еще остается сумма, на которую можно купить жилье и безбедно еще существовать очень долгое время. Замечательно. Вы просите договор дарения признать, притворной сделкой. Что за договор дарения? Да, Ваша честь, нам удалось выяснить, что буквально за 2 месяца до кончины дяди-ответчика он эту квартиру ей дарит. Ответчику? Как племенец? Да, да. То есть им был заключен договор дарения? Да, был заключен договор дарения, квартира была подарена. Ну, собственно, на этих основаниях мы сделали выводы, что это все-таки притворная сделка. Какая притворная сделка? А как, ответчик, когда был заключен договор дарения, вот этот вот, до вынесения решения суда о взыскании долга, либо после? Уже после, Ваша честь, да, за 2 месяца до кончины. То есть вы просите признать притворной сделкой? Да, мы считаем, что на лицо притворной сделки. Вы считаете, что они прикрыли другую сделку? Совершив эту сделку, прикрыли другую. Конечно. Какую вы считаете сделку, они прикрыли? Ну, они прикрыли сделку по возвращению долгов в банку. Они должны были вернуть нам деньги. Подождите, ну подождите, что это за сделка возвращения долгов в банку? То есть есть сделка, вот вы говорите, вот они подарили, да, простыми словами я вам объясню, состоялся договор дарения. Вы говорите, они стороны притворились, так скажем, да, что это действительно был договор дарения, они хотели этой сделкой прикрыть другую сделку. Какую? Переход права собственности по наследству? Да, Ваша честь, они прикрыли сделку перехода права наследования. То есть она должна была получить по наследству эту квартиру и, соответственно, в наследство получить долги дяде и рассчитаться перед банком. А этой притворной сделкой они прикрыли. То есть он уже, будучи, знал, что у него есть долги перед банком? Конечно, Ваша честь, он знал. Он был в суде и был в прекрасном здании. Он хотел, чтобы его наследники за эти долги отвечали. Захотел вот как раз, чтобы этого избежать. Заключил договор дарения со своим единственным наследником. И вы считаете, что это притворная сделка. Все верно? Да, Ваша честь, все верно абсолютно. А что явилось причиной смерти вашего дяди? Он был онкобольной. Онкология, да? Да. На какой стадии находилась онкология, когда вы заключали договор дарения? Терминальная стадия. То есть уже, в принципе, даритель знал, что... Да, он знал, что он скоро уйдет. Жить недолго осталось, да? Понятно ваша позиция, естественно. Пожалуйста, ответчик, иск признаете? Нет, Ваша честь, я иск полностью не признаю. И вообще считаю, что требовать моего дяди деньги, тяжело больного человека, это стыдно должно быть банку. Ну, видимо, у банковских работников нет такого понятия, как стыд. Ваша честь, мы глубоко скорбим и понимаем ситуацию. Ответчик, ответчик. Банк коммерческий, занимается коммерческой деятельностью, да? Он дает денежные средства, выдает в качестве кредита, и его принципы назначения в редких случаях только интересуют. Когда это какой-то целевой кредит, да, на автомобиль, на ипотечную квартиру, которая, опять же, в залог переходит в банку по договору ипотеки. Давайте сейчас об этом рассуждать не будем, с кого они и что требуют. Это коммерческая организация, у них не должно быть каких-то нравственных, положительных качеств. Да, ваша честь, кредит был застрахован, ну, видимо, ручной страховой компанией банка, которая, изучив все документы, решила... То есть, был заключен также договор страхования этого кредита? Да, естественно. Страховая компания... Что, естественно, что со страховкой? Ну, страховая компания – это юридическое лицо, которое работает согласно закону. Причем здесь банк наш? Я вас спрашиваю не... Как работает страховая компания? Был ли действительно застрахован кредит, и почему не было выплачено страховое возмещение? Это не было призвано страховым случаем или что? Дело в том, что квартира, о которой мы говорим, она не входила ни в какие документы, и банк про нее не знал. Она не была ни указана ни в анкете, ни как... Я вас сейчас спрашиваю про договор страхования. Кредит был застрахован. Да, ваша честь. С дядей ответчика застрахован. Произошел страховой случай. Правильно? Да, ваша честь. Да. Лицо, получившее кредит, умерло. Это страховой случай? Да, ваша честь. Почему не было выплачено страховку? Ну, это вопросы к страховой компании, а не к нам, не к банку. Мы не получили никаких средств. То есть, не было выплачено? Нет, страховая компания... По каким причинам отказали в выплате страхового возмещения? Они сказали то, что это не страховой случай. Онкологическое заболевание в терминальной стадии – это не страховой случай. И отказали нам в выплате страховой премии. Вы их решение обжаловали в суде? Нет. У нас есть вот заключение. Не обжаловали. Не обжаловали. Хорошо, не обжаловали. Давайте по сделке, по договору дарения. Когда вы заключали, вы одаряемый, вы принимали в дар от дяди квартиру. Вы же знали о наличии у него долгов перед банком? Да, конечно, я знала о долгах дяди. Но договор дарения был заключен так, как дядя хотел отблагодарить меня за все то, что я сделала для него. На лечение моего дяди потребовались огромные деньги. Мы продали все, что у нас было. Это его машину, его дачу. На лечение пошли все деньги, которые у меня были. Так продайте квартиру, которую вы скрыли. У меня была своя небольшая квартира. Вопрос стал о том, чтобы продавать ее, чтобы продлить дяде жизнь. Дядя был категорически против. Он всячески меня убеждал, что не стоит этого делать. Но все-таки я уговорила его. Но только при условии, что свою квартиру он дарит мне в знак благодарности. У меня действительно была квартира, она была совсем маленькая, 20 квадратов. Я просто не могла дядю своего взять свою квартиру. Теперь у вас большая квартира, продайте ее, еще раз говорю. И верните деньги банку. Ну я должна продавать свою квартиру. Дядя подарил. То есть, отвечу, вы подтверждаете, что на момент совершения сделки дарения, вы знали о наличии у дяди долгов перед банком. И о судебном решении, которое состоялось, вы тоже знали. А также об исполнительном производстве, что пытаются приставы, да, в пользу банка, взыскать с него денежные средства. Знали. Да, я все это знала, но квартира не была в залоге у банка. Ну конечно, если он ее устроил. Не видим, какое значение. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Как у вас язык-то поворачивается. Слушайте, ну... У бедной женщины отбирать последнее. Какая бедная женщина? У вас квартира в центре Москвы? Побойтесь бога вообще. Продайте ее, решите все вопросы. Зачем до суда-то было дотягивать? Даже если я продам, что я потом куплю на эти деньги? Вы в Подмосковье возьмете квартиру хорошую. Дядя дарил мне эту квартиру, чтобы я жила достойно. Ну, а дядя не хотел долги покрыть? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск удовлетворить. Признать договор дарения квартиры притворной сделкой, включить квартиру в наследственную массу. Суд признает оспариваемый договор дарения квартиры притворной сделкой, то есть прикрывающий другую сделку, поскольку заключением данного договора отвечится и бывший собственник квартиры прикрыли переход права собственности на квартиру в порядке наследования. Переход права собственности от одного лица к другому в порядке наследования также является односторонней, но гражданско-правовой сделкой. Смерть дарителя не была внезапной, так как он страдал онкологическим заболеванием в последней стадии. Об этом знали как даритель, так и одаряемый, то есть его племянница. О наличии у дарителя перед банком долга в большой денежной сумме было также известно и о даряемой, которая является его наследницей по закону. И при получении квартиры в собственность в порядке наследования племянница в силу закона отвечала бы по долгам наследодателя. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что целью заключения данного договора о дарении квартиры было избежание ответственности по долгам наследодателя. Поэтому суд признает данную сделку притворной и включает квартиру в наследственную массу. Значит, ответчик, вам разъясняю, что если у вас все-таки есть какие-то сомнения по поводу действий страховой компании, которая отказала вам в выплате, вот вы их решение не обжаловали и очень зря. Закон вам предоставляет такую возможность, и я думаю, что срок сководавности там еще не истек. Обратитесь к специализированным юристам по страховым случаям. Я думаю, что они вам помогут, и возможно, там найдете какое-то решение своей проблемы. Данную сделку суд признает притворной, поскольку действительно установил, что вы пытались избежать ответа по долгам своего дяди. Понятно решение суда? Да, Ваша честь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. На что только люди не идут, чтобы не платить по долгам. Но, слава богу, суд разобрался. Теперь банк получит свои деньги. Я столько времени заботилась о своем тяжело больном дяде. Он решил меня отблагодарить, подарив эту квартиру. Сейчас я вынуждена ее продать и половину отдать этим бюрократам. Считаю, что это несправедливо. Исключение суда. Продолжение следует...